Данные за последние кварталы В это время мы также получим данные Великобритании по одобренным ипотечным кредитам за апрель. За последние два месяца количество одобренных кредитов сократилось. Скорее всего, что данная тенденция будет превалировать и дальше. Затем в 12.30 мы получим несколько публикаций по экономике Соединенных Штатов. Выйдут важные данные по еженедельным обновлениям заявок на пособия по безработице. Данные по прошлому расчету оказались довольно сильными. Количество продолжительных заявок сократилось на 22 тысячи в период недели по 6 мая. Достигнут минимального уровня, начиная с 1988 года. К этому времени мы также получим данные по торговому балансу за апрель. В марте был зафиксирован рост по торговому дефициту. Это в основном было вызвано тем, что экспорт сократился больше, чем импорт. В это время мы также получим предварительные данные по оптовым запасам за апрель. Согласно первоначальной оценке в марте, мы также прогнозировали снижение по запасам. Однако впоследствии прогнозы были пересмотрены в сторону повышения. В 11.30 вечера мы получим данные Японии по индексу CPI за апрель. Годовой уровень инфляции продолжает оставаться на очень низком уровне. Это вызывает очень большое беспокойство среди политиков. Однако в течение последних трех месяцев уровень инфляции находился в положительной территории. Очередной выпуск о взору новостей экономики на четверг подошел к концу. С вами был я, Джек Эберит. На сегодня все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»